Добрый вечер. Диалог Озера – это флагманская программа нашего телеканала, и этой осенью ей исполняется ровно 16 лет. За это время в эфир вышло более 700 выпусков. Наши гости – это известные артисты, политические деятели, представители власти, культуры, спорта и многие другие интересные люди. И вот сейчас я хочу зачитать, потому что самое время сегодня объявить о том, что мы хотим внедрить некий, ну так называемый, публицистический сериал под названием «Знаешь, умеешь? Поделись». Что мы имеем в виду? Периодически мы хотим делать акцент на таких темах, как дом, семья, работа и отдых. И сегодня хочу сказать, что многие наши зрители имеют такой опыт, которым они готовы поделиться, и нам остается лишь предоставить им площадку для этого. Сегодня мы выбрали тему «Дом», поэтому хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это председатель совета домов номер 5 и 12 по улице Восково Лазарь Георгиевич Гольдштейн. Добрый вечер. Добрый вечер. Что мне остается еще сказать? Конечно, мы проводим традиционный конкурс на лучший вопрос. Сегодня победитель получит такой замечательный приз. Это такой великолепный стильный чайник от наших спонсоров. Это спортивно-технический клуб «Планета Кросскарт» при Сестрецкой школе ДОСААФ. Телефон в студии 340-7362. Звоните, мы, как всегда, с нетерпением ждем ваших вопросов. Ну что ж, самое время начать наш увлекательный диалог. Конечно же, каждый дом – это довольно сложная структура и зависит она от многих параметров. Это местонахождение, качество постройки, культура жильцов этого дома, взаимодействие с управляющей компанией и так далее, законодательство. Можно долго продолжать этот список. Но что хочется отметить? Во многих домах есть чаты. У меня, например, нет такого опыта общения в общедомовых чатах. Поэтому мне бы хотелось у вас сегодня в первую очередь узнать, какие актуальные вопросы обсуждаются в чате домов, которые мы обозначили. Да, это вопрос хороший. И на этот вопрос могу ответить так. Последний вопрос был даже вчера. Мы находимся вообще в студии, телестудии находится в доме по улице Воскова, дом 5. Дом очень проблемный по поводу фасада. И вот одна Юлия ее зовут, одна наша жительница нашего дома пишет мне, что 3 года ждать еще, пока фасад будет ремонтироваться, это очень долго. Это вот буквально только что? Я на это отвечаю, что не все так просто, бюрократия существует, но мы, в свою очередь, я сам был, ездил в жилищный комитет, был в администрации района, у Забайкина Александра Валерьевича. Присутствовал там Рыженко Игорь Николаевич, и мы вели беседу, и Игорь Николаевич старается даже очень по поводу нашего дома, чтобы как можно быстрее он пошел на ремонт, чтобы фасад был отремонтирован. И, конечно, вот я ему недавно звонил, уточнял, как это все возможно, быстрее. Он, конечно, поблагодарил меня, что благодаря мне включили программу на, раньше это было на 26-й год, а сейчас они уже перевели на 27-й год. Вот сейчас совместно с Игорем Николаевичем, с администрацией мы будем стараться, чтобы ускорить этот процесс. Почему? Потому что кирпич, он весь уже в дырках. Я был позавчера на крыше и видел, как он сыпется, он просто с 23-го этажа сыпется на машины, на людей. Ладно бы машины, да. Когда при входе в здание видишь табличку «Внимание! Возможно падение облицовки», это, конечно, не самый приятный момент, тут я соглашусь. Бесспорно. Ну вот этот вопрос очень стоит в этом доме, очень стоит, но это первое и главное, потому что постоянно, каждый месяц мы вызываем, управляющая компания вызывает альпиниста, и не все качественно делают заплаты эти, эти заплаты тоже рушатся, здесь ветер, розовый троп, и поэтому очень все серьезно. Очень все серьезно. Не сегодня, а вообще очень все серьезно. Вот так отличается. Ну, это что касается пятого дома, есть же еще и двенадцатый дом, который тоже, как мы знаем, он не все просто было с вводом его в эксплуатацию. Ну, в общем, эту историю все знают. Ну, вот получилось так, что коммерческие помещения продали, а коммерческие помещения не расположены для таких организаций, как самокат. Что такое самокат? Это организация, куда привозят товары, и потом курьеры приезжают и развозят их, всякое, на тележках. У нас дом семиэтажный, двенадцатый дом, и он выходит окна на улицу, а здесь все рядом, машины приезжают, у нас второго входа нет для этих дел. И получается, что здесь пожилые люди, ветераны войны, есть такие, допустим, у нас профессор живет во второй парадной, он вообще ему восемьдесят девять лет, дай бог ему здоровья. Ну, они все жалуются мне, говорят каждый день, дом маленький, все меня видят, все я каждый день там. И получается, что Роспотребнадзор писали, никакой помощи, помощь только отписка. Это неправильно, это неправильно. Ну, то есть суть проблемы в чем? Суть проблемы, что самокат не должен быть в жилом доме, просто он не должен быть. Получается, это как склад или... Там и склад, и развозят курьеры. Приезжают и забирают, потом и развозят по квартирам. Ну, а каким образом конкретно это беспокоит жильцов? Сейчас объясняю. Они же приезжают, машины разгружают в самокат в восемь часов утра. И даже, мне говорят, заканчивают в другой раз, приезжают в 22.00. А тележки идут, они грузят тележки. Шум обалденный. Шум. И машины, транспорт не глушит. Не глушит. Но это, конечно, безобразие, это так не должно быть. Ну, не должно быть так. Вот мы боремся сейчас совместно. Вот обращаюсь, буду обращаться еще в администрацию. Хочу сказать, что в этой связи, что Александр Валерьевич прекрасно сейчас организовал команду и всячески старается помочь. Мы с ним общаемся плотно. И там, в 12-м доме, еще есть небольшая проблема по поводу контейнерной площадки. И здесь, я думаю, что нам поможет Панфилов Игорь Сергеевич. Да, начальник отдела благоустройства. Начальник, да, благоустройства. Мы были с ним, он приходил сюда, молодец, уважает. Приходил, посмотрели и сказал, что в 25-м году программу включат, и мы решим этот вопрос. А в чем суть проблемы с контейнерной площадкой? Там контейнерная суть в том, что надо ее облагородить. С платформой все видят. Люди приезжают с города, сейчас уже они не едут куда-то, а едут в курортную зону в Сестровецк. А в этом плане Сестровецк у нас сейчас облагораживается. И прекрасно я благодарю администрацию, благодарю муниципалитет в лице Овсяниковой Татьяны Семеновны. Ну, в общем-то, отзываются на все моменты, которые вот я вижу. Я даже иду больше. Я сейчас уже написал обращение в «Железную дорогу» по поводу платформы. У нас платформа в Сестровецке в безобразном состоянии. Безобразно. Сколько я живу на этом свете, сколько я сюда приезжал раньше, и она никогда ничего не делает, не имботирует. Ну, здесь это «Железная дорога», отдельное государство, государство. Будем работать. Мне бы хотелось вернуться к вопросу о контейнерных площадках. Вы знаете, такая частая проблема, когда организации, которые вывозят бытовые отходы, спецтрансы, или, ну, как они называются, да, часто жильцы домов паркуются в неположенном месте, тем самым блокируют, ну, не дают возможности вывоза мусора. Этой проблеме уже сто лет, и она во многих домах. Вот сталкиваетесь ли вы с этим, и как решается подобный проблем? Да, сталкиваемся. Сейчас уже все квартиры отремонтированы у нас, и все переехали жить. И, конечно, у нас парковка рассчитана на 50 парковочных мест, а люди сейчас уже стали жить получше, и по две машины на квартиру. Получается, что действительно поставить машину особо негде. Но как бы каждый автомобилист, каждый хозяин своей машины, он должен думать, что мусоровоз должен каждый день убирать мусор им самим, некуда будет. И вот на днях был такой случай, что мусоровоз подъехал, ему не заехать ни с одной стороны, он взял, развернулся и уехал. И у нас мусор валялся на улице. Куда это годится? Я написал в чате, в статье от чата, и люди отозвались, кому-то в глаза сказал, что надо думать, что вы делаете. Все хорошо. Вопрос решается. Это к вопросу о культуре поведения самих женщин. Конечно, конечно. Лазарь Георгиевич, у нас есть первый звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя, что тревожит, в чем суть вопроса. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я, Владимир Петровенко, Владимир Алисин. Вопрос гостя в сервисе. Интересует, естественно, да, это проблема, вопрос на закон о культуре, вопрос на закон о реновации. Да, известно, что в нашем городе много страшного, в чем, в реальном слое не давали. И, соответственно, вопрос следующий, да, вот, что в каком-то конце реновация принимает правительство в первую часть жителей территории, да, и в этом нет оплате, нет общественных улучшений, там, да, нет предложений, нет гарантии возможности обратного заседения детей, да, вот, потому что, ну, в том числе, все дома и порталы, которые попали, он не может идти, да, то есть, тут, законов, что-то вы. Вот, то есть, это непосредственно от всех жителей. И общий городской области, который поздно оказались от всех жителей, строительства, да, в законном мире планируем на вопросах, на том, где сложность людей, которые получатся в треновстве строительства, такие фактически, она будет контролленно ориентирована, сложившись уже в городской области, да, такой будет нагрузка наступаемая, в действительную конечную, в общем, культурную, по гарантии сохранности для новостей, то есть, вот это отступание террористских балансов, то есть, для того, что, в первую сторону у нас, то есть, то влияет на любого жителя, да, которого перенаваться не хотел бы, но просто хотел гостей спросить, как вот они к этому относятся, какие-нибудь решения, мудры, знаешь, еще. Да, Валентин, спасибо. Ну, тут, скорее, вопрос, да, больше не к нам, но все-таки… Ну, я общее могу сказать, конечно, свое мнение. Ну, так как… КРТ, давайте поясним, это комплексное развитие территории. Да, комплексное развитие территории. Сестровицк – это, как бы, отдельный город, конечно, прекрасный город, мы за него боремся, чтобы он был лучше с каждым днем. Ну, понимаете, здесь неоднозначное решение, как я вижу с позиции своего жизненного опыта. Кто-то будет, скажет, да, уже не хочу жить в этой пятиэтажке, а кто-то скажет, да, меня устраивает, она еще сто лет простоит. Как в Москве, допустим. Вот я по Москве знаю, там вообще однозначного ничего нет. Там даже насильно выезжали люди, и потом жаловались куда-то на другой конец города. Если в Сестровицке кто-то дадут получше квартиру, и он уедет в Шушары, допустим, или куда-нибудь еще в Рыбацкое, то я не думаю, что тот человек скажет, что это хорошо для него. Вот так я отвечу коротко. Да, тут от нас пока что ничего не зависит, но не хотелось бы, наверное, просто как-то, ну, извините за выражение, сотрясать воздух, потому что никакой информации по данному вопросу сейчас нет. А в прошлом эфире, если вы смотрели, депутат законодательного собрания Александр Владимирович Ходосок сказал, что пока ничего не планируется, поэтому давайте не будем зря паниковать раньше времени. И вот я еще хочу добавить, сколько я помню, я еще когда в школе училась, вот эти хрущевки, я там прожила 30 лет, у меня там живет мама, мне этот вопрос тоже близок, но не хочется сеять панику еще раз, мы ни к чему не призываем. Еще тогда в мои школьные годы говорили, вот, у вас чуть ли не в каждом дворе, вы будете жить пока в этих своих хрущевках, в домах, во дворах построят высотки, и потом вас туда будут переселять. Но ничего же не произошло до сих пор, поэтому пока что, наверное, как говорится, будет день и будет пища, но пока что, наверное, не стоит эту тему так активно обсуждать, тем более нас уже успокоили в прошлый раз. Спасибо вам за звонок. А у нас есть еще один звонок, и слушаем нашего второго дозвонившегося телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ну, что ж, пока что-то, видимо, сорвался звонок. Давайте продолжим нашу беседу, чтобы понимать вообще зону нашего разговора, да, все-таки есть. Нет, давайте мы уйдем на рекламу, после чего продолжим наш диалог. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира – это дом, поэтому еще раз хочу обозначить, что наш сегодняшний гость – это председатель Совета домов 5 и 12 по улице Воскова Лазарь Георгиевич Гальдштейн. Я бы называла еще его общественным деятелем, поэтому у нас сегодня, может быть, широкий такой спектр вопросов, да? Но, тем не менее, вот я понимаю, что телезрители, обычные вот жители, возможно, и не совсем правильно понимают, что такое председатель Совета дома. Да, может быть, и я сама не до конца понимаю, что это такое. Так для чего нужен председатель Совета дома? Как им стать? То есть это какие-то выборы, у вас там предвыборная кампания среди жильцов. И, ну вот, например, захочу я стать председателем Совета дома. Мне на что рассчитывать? Что у меня будет какая-то зарплата? Что это будет как часть моей работы? Или это чисто общественная нагрузка? Вот вам это для чего? И как это происходит? Расскажите, пожалуйста, потому что много ответвлений в этой деятельности. Ну, если говорить по дому 12, там дом 12 такой был проблемный. И я там способствовал, чтобы этот дом не снесли и чтобы его достроили. И я активно там ездил в комитет по строительству, часто общался с Барановским, замначальника комитета по строительству, с его начальником общался. Его вызывали, Барановского. Мы двигали дело, все. Строительную компанию двигал, которая работала у нас, подталкивал их, беседовал с ними, чтобы они не уходили, а сделали дело до конца. Ну, народ в тот момент все хотели получить быстрее квартиру, потому что и так они уже настрадали. Понятное дело, да, можете даже и не говорить об этом. И в этой связи меня, как активного в 12-м доме, выбрали представители совета дома. То есть были выборы, правильно? Да, да. Программировались за меня. Давайте вторую часть вопроса немножечко отложим, потому что есть все-таки у нас второй звонок. И послушаем нашего телезрителя. Потому что телезритель, он же превыше всего. Даем слово телезрителю. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Меня зовут Галина Александровна. Здравствуйте. У вас сегодня в гостях очень симпатичный бой, очень ответственный в работе. Пожалуйста, дайте вам доказательство, чтобы, если случится ситуация сложная, и нам в доме не решить вопрос, мы сможем обратиться к вам. И вообще это здорово, что у нас есть такие неравнодушные люди, замечательные, просто приятно слушать передачи, посмотреть на таких людей. Здорово, я вас люблю. Галина Александровна, спасибо. Спасибо, очень приятно. Единственное, что не уточнили, да, это человек, живущий на Восково 5-12, или просто нужен будет совет по организации. Как раз таки мы об этом и говорим. как организована вот эта вот система, кто такой председатель совета дома, получает ли он зарплату, да, потому что есть же разные, ну, есть управдом, есть управляющая компания, и вот это вот обилие информации у людей порой, ну, нужно понимать, кто за что отвечает, и как это организовано. Ну, допустим, я никакой зарплаты нигде не получаю, ни в этом доме, ни в этом доме, просто я живу в этом доме, у меня здесь есть квартира, и как бы я переживаю, я еще не собираюсь уходить на тот свет, и хочу, чтобы этот дом жил, оба дома жили, процветали, чтобы, допустим, как весь сестраец процветает, как его чистят сейчас, как он прекрасный, так я хочу, чтобы наши дома, вокруг все было у нас хорошо, внутри было хорошо, чтобы люди радовались, чтобы качество жизни было лучше. Я вот поэтому продолжаю эту деятельность. Ну, кто-то запнулся в своей квартире, и живет только в своей квартире, приехал там, кто-то только пишет у нас в чате, и больше ничего не делает. Я это все смотрю, на этот чат реагирую, и некоторые моменты, которые я могу решить, я решаю с администрацией, со всем. И еще могу сказать благодарность телестудии. Прекрасно приглашаете, организовали цикл передач, вот этот. Это очень здорово, потому что жители могут задавать вопросы, ну, и мы можем отвечать, как более-менее ответственные люди. Лазарь Георгиевич, ну, вот советы опытного человека. Например, захочу я стать председателем совета дома. Что мне делать? Ну, узнаем мы об этом, захочу я этого или нет. Мы об этом не узнаем, но давайте послушаем сначала звонок, еще один. Ваш ценный совет, отложим немножечко на потом. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Да, Андрей, мы вас слушаем. Я бы хотел бы задать, если я взял вопрос, вы уже понимаете сейчас вопрос по поводу станет автомобиля, да? Что она хаотичнее немножко, на образовательчике остановила, а потом сейчас сразу машина заезжает, ну, в данной ситуации я вижу, что у молодой будущей нужно работать с, наверное, пропорительным нормами, да? Нет. Потому что, я хотя бы понимаю, это же все-таки одно из активных правонарушений, да? И надо все-таки, чтобы служба участковых, наверное, обходила в оборудовании. И как бы оборудовательным решением. А к факту, самая большая главная боль, наверное, это сейчас возникает. Андрей, правильно я понимаю, Восково-5 мы имеем в виду. Спасибо вам большое. По стоянке... Ну, там сложный будет вопрос. Потому что сейчас уже с третьего дома, с Восково, дом-3, уже люди жалуются, меня знает тоже немножко кто-то, жалуются, что там вообще шум, там все это происходит. Но я думаю, что когда построят детский сад, там все же знаки будут стоять. И советую жителям, как делал я, я тоже, когда обращался, здесь сидел Артем Сергеевич Иванов, замначальника ГАИ курортного района, прекрасный человек, озывчивый. И мы с ним решаем этот вопрос. Да, мы еще и до конца не решили, потому что пришло с организации дорожного движения письмо мне, что пока не построят второй дом рядом с нами, Повозково-12, то знак не будет стоять, нет возможности. Я это понимаю, как профессионал, но будем построить дом, будем снова биться за это. И также надо и жителям Повозково-3 тоже решать вопрос, звонить, писать. Все отзываются, администрация отзывается, прекрасно работаем все вместе. Вот прекрасно работаем. Да, ну а по поводу, шума и строительства, к сожалению, это издержки, нужно немножко потерпеть. У нас замечательно, что строится новый детский сад, уже практически готов, школа, поэтому тут уж извините. Еще один звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Лазар Георгиевич, да. Марина Синькиева, кто располагал в обществе мне. И хотела большую, большую благодарность Александра Георгиевича, очень хорошей, умной и понимающей председатель, ну как, управляющей дома. Очень ответ, вот таких вот всех, во всех домах, таких, как Александр Георгиевич, очень ответ. Марина, спасибо вам большое за ваше мнение. Приятно получать, да, от простых людей. Спасибо большое, Марина. Да. Но, тем не менее, как мы выяснили, это не работает, общественная нагрузка. Поэтому, все-таки продолжу я свою тему. Вот советы опытного человека. Захочу я стать председателем дома. Мне нужно что сначала? Выявить какую-то группу инициативных жителей, которые чего-то хотят как-то благоустраивать, поддерживать порядок. Вот как? С чего начать? Надо просто уметь слушать жителей дома. Да, инициативных. У нас есть в доме, что в пятом доме, что в двенадцатом доме. Есть люди, которые просто вот говорят, а на собрание не приходят. Или приходят на собрание, что-то говорят, давайте сделаем ТЗЖ, потом свое мнение меняют. Вот таких людей я не уважаю. Есть инициативные в двенадцатом доме, вот в пятом доме, не буду перечислять по фамилии, но есть такие люди. И вот от них я тоже что-то беру, потом разговариваю с управляющей компанией и вместе, совместно вижу результаты. А если что-то просит управляющая компания меня, как представитель совета дома, чтобы я помог, да, я иду в администрацию, веду муниципалитет, иду в жилищное агентство и разговариваю, меня слушаю, понимаю, и я за это благодарен им всем. А как часто вообще должны проводиться и проводятся вот эти вот встречи, сбор жильцов? собрание-то разумеется. А собрание, да? Так как, ну, спускайся в лифте, и тебя встречают, и в холле говорят, вот Лазарь говорит, что-то-то-то-то. И так же и в 12-м доме встречают, барадные, на улице, все, площадка одна, машина ставим вместе. Все люди подходят, говорят, вот так, это не работает, Лазарь говорит, когда это все это будет. Ну, решаем вопросы. Я поняла, ежедневные худсоветы небольшими группами, они все-таки присутствуют. У нас есть еще один звонок, спасибо, что вы звоните в эфир, тем более, что, кстати, хочу напомнить, что приста сегодня, какой, какой замечательный, стильный чайник от наших спонсоров. И это спортивно-технический клуб «Планета Кросскарт» при Сестрецкой школе ДСААФ. 340-73-62 телефон в нашей студии. Милости просим, слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите... Да, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, слушаем вас. Я недавно смотрел в голову с председателем у нас Антарады Анжелой Билерский. Да. В чем у нас у нас Антарады можно было попорядоваться и подразумевать существующие такие проблемы как руководители грамотные дела, решающие их вопросы и решающие сферы их жизни. Скажите, как вы налаживаете на ваших домах в совершении прогресса лицов, например, связанных с Казахстаном? Не секрет, что листовое хозяйство является во многих домах проблемно. Эта часть инфраструктура возможно чаще других подвержена поломкам, сверхформативным перегрузкам, особенно связанным с перевозкой проматериалов во время ремонта и даже подвержена разграблительность в сфере людей с птичкой наживы. Да и далеко не вся обслуживающая организация выполняет свою работу в соответствии с высокими стандартами требующимися для такого рода оборудования. И листовое оборудование повышенной опасности. Спасибо, Алексей. Да, Лазарь Георгиевич. Алексей очень хороший вопрос задал. Тем более, что здесь уж лифт это 20 этажей. Здесь у нас в пятом доме повозка опять два больших лифта и два пассажирских. Ну, я считаю, что в пятом доме более-менее работают лифты хорошо и вовремя приезжают механики. Я с ними тоже общался и звонил сам более-менее. В 12-м доме повозкова там стоят китайские лифты изначально. И они такую нагрузку не выдерживают. И скажу еще, что многие еще не закончили ремонты, перегружают лифты. кто привозит мебель там эти ремонтники, они же не следят за этим. Им это не надо. Ну, и перегружают, створки дверей не работают. А грузовой лифт там отсутствует, да, в 12-м? Совершенно верно, вы говорите правильно. В китайских летах грузовые отсутствуют. Один лифт, вот, 350 килограмм сделали ограничения, можно загружать, загружают больше, выносят груз, плиты, все это. Вот, и поэтому, да, действительно, по три раза, вот, допустим, вот, у нас в доме в 12-м час, по три раза приезжают через день. Вот, что-то, чего-то, кто-то, какой-то, грузчик, какой-то, этот, какой-нибудь товарищ что-то привозит, ногой держит эту створку, и в связи с этим потом лифт не работает. Приезжают, ремонтируют, как надолго это все, непонятно. Это серьезно, это очень серьезно. Даже в лифте же и останавливают по середине, и люди, извиняюсь, люди, ну, вызываем аварийную службу. Да, ничего приятного нет в этом, застрять в лифте, конечно. Аварийная, конечно, быстро приезжает, но, тем не менее. Спасибо. Вопрос очень правильный, это актуально. Спасибо. Это кандидат на получение чайника. Я так чувствую, чувствую, что сейчас уносится время рекламы, после которой мы продолжим наш диалог. Продолжается наш диалог. Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем такой замечательный чайник от наших партнеров спортивно-технического клуба «Планета Кросскарт» при Сестровицкой школе ДСААФ. И у нас есть еще один претендент на этот приз. Слушаем телезрителя. Здравствуйте. Остается совсем немного времени, поэтому... Да, слушаем вас. Добрый день. Я у меня Дмитрий Владимирович. Я у вас есть Сестровицка. Вопрос у меня какой? Вопрос по поводу установки дорожных знаков в его классе актодраммы. Последние двух годов у нас есть Сестровицка, а у нас есть Сестровицка. Значит, особенно мы хотели разобраться, вообще это неприятно, я считаю, что это все нужно. Это, знаете, мы стоили у поликлиники 68, у больницы 40-го, и у реализационного центра больницы 40-го. Туда люди приезжают на больницу со средствами со стылями. Человек, может быть, это стыля, не государство, а машину забрали в флата. Это просто как это, чем вы думаете для людей, которые доставят. Но нельзя делать коммерцию на где-то других людей. Спасибо. Мы стали объяснять, что почему доставить такие условия. Оказывается, что два года у нас до Сестровицка открыл коммерческие расстояния. И вот она пошла коммерция. Вот мы хотели узнать, кому принадлежит вот эта стоянка и что эти знаки убрали, по крайней мере, из условий больницы и выявили. Александр Владимирович, спасибо. Лазарь Георгиевич, к вам уже по всем вопросам, по-моему, решили обращаться. Кто виноват, что делать? Я могу быстро ответить на этот вопрос. Вопрос очень правильный, хороший. Я сам вызывал инспекторов, показывал, что где можно ставить знаки, где нельзя. Значит, я вам советую позвонить тому же Артему Сергеевичу, Иванову, замначальника ГАИ курортного района, и он вам ответит на все вопросы. Кому это принадлежит? Коммерческая стоянка. Сто процентов я с вами согласен. Очень правильный вопрос. Решайте этот вопрос. Его нужно решать. на этом вопросе мы ставим многоточие, потому что спасибо, что высказались, высказали свое мнение. У нас пришло время, поскольку эфир подходит к концу, определить судьбу чайника. Вы знаете, я вот сейчас немножко вопрос последний меня как-то очень близко затронул, потому что я его касался. По поводу лифтов тоже хороший вопрос. Я даже не знаю, кого выбрать. Ну, давайте Алексей и Александр Владимирович вряд ли смогут пить вместе чай, поэтому давайте мы выберем последнего. Последний, да, Александр Владимирович, тем более, что у нас не было возможности более обширно обсудить эту тему и дать какой-то полноценный ответ мы тоже не можем. Что ж, замечательно, что такой сегодняшний эфир несколько необычный состоялся. первая серия нашего, как мы обозначили в начале публицистического сериала «Знаешь, умеешь, поделись» состоялась. Лазар Георгиевич Гальдштейн сегодня был у нас в гостях и это наш телезритель. Вот что самое примечательное, активный телезритель, пример того, что не нужно сидеть на месте и занимать активную общественную позицию, чтобы что-то поменять в нашей жизни в лучшую сторону, естественно. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение и хотелось бы, чтобы этот цикл передач «Дом» продолжался. Спасибо. Что ж, пишите в комментарии, как вам такой формат и увидимся ровно через неделю. Всего доброго. до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...